Здравствуйте, друзья! С вами Елена Скулкина и проект Уроки Творчества. Сегодня я хочу поговорить с вами о лепке для самых-самых маленьких деток. И я сегодня расскажу вам о первых, главных, важных вещах, которые должен научиться ребенок в первую очередь. Для каких-то деток эти задания будут актуальны в 1,5-2 года. А для каких-то и в 3, и в 4 года они тоже останутся актуальными. Вы, пожалуйста, смотрите не только на возраст ребенка, но и на те возможности, какими обладает ваш ребенок сейчас. Я вам покажу самые первые задания, с которых стоит начинать работу с пластилина. И сразу несколько советов про пластилин. Пластилин для маленьких детей обязательно должен быть мягким. Маленькие ручки, пальчики, они еще не такие сильные, чтобы разминать какой-то обычный, да, и не дай бог, какой-то старый или уже замерзший пластилин. Это очень трудно ребенку и доставляет не то чтобы удовольствие, а какой-то негатив. Поэтому я буду использовать специальный детский пластилин, мягкий, торговой марки Артбери. Смотрите, что здесь есть. Ну, здесь в этом наборе каждый брусочек пластилина упакован в свою индивидуальную упаковку. Я сейчас упаковку сняла с большинства брусочков, с которыми я буду работать. И сразу совет, дорогие родители, если вам попадается такой пластилин, вы обязательно снимите индивидуальную упаковку с пластилина до того, как усадите ребенка на стул для занятий. Терпения у него не хватит дождаться, пока вы все распакуете. Тем более у маленьких детей очень быстро сбивается внимание с одной какой-то работы на что-то другое. Он может просто забыть, что он садился с вами лепить. Здесь еще в этом наборе есть стека. Но для нашей работы она сейчас не пригодится. Может быть, для каких-то будущих работ. Вот. Что первое должен научиться делать ребенок? Давайте я вам покажу. Итак, первое, что должен научиться ребенок, это отрывать пластилин. Банальная, казалось бы, вещь, но для начала, для самого ребенка это доставляет какие-то неудобства. Он начинает хватать середины, он начинает там... Не знает, в общем, какие куски по размеру оторвать. И это тоже небольшая такая проблемка. Вам совет, когда вы делаете какие-то задания, где нужно отрывать, вы сделаете вот такую вот штучку. Сами пальчиками немножко оттяните пластилин. Смотрите, какой он мягкий, эластичный, да? И показывайте ребенку отрывать от этого кусочка. Тогда у него получится отрывать уже пальчиками более или менее ровные кусочки. Видите, от такого куска отрывать гораздо проще. Чем вот так вот от целого, да? Видите, даже мягкий вот такой эластичный пластилин, от него вот, ну, получается отрывать большой кусок. И ребенку нужно будет больше усилий. Оттягиваем и отрываем. Это первое. Ну, потом что-то же с этим кусочком нужно сделать. Второе, нужно научиться придавливать его. Причем координация движения должна быть хорошая. Мы будем придавливать не просто так, а нам нужно попасть именно в какой-то вот кружочек. Для первых работ с ребенком я рекомендую использовать вот такие обычные распечатки на принтере. Ну, вот, например, для этого задания хорошо подойдут любые пятнистые животные. Мы, например, можем предложить ребенку либо украсить жирафа, либо рассказать какую-то сказочную историю, что жирафчик потерял все свои пятнышки. Ему очень от этого грустно, надо ему помочь, надо ему все пятнышки вернуть. И ребенок отрывает кусочек небольшой, да, чтобы тут прям такая лепеха была, а именно определенного размера. И придавливать. Причем придавливать можно разными пальчиками. Например, вот он оторвал, да, положил, а придавить можно предложить каким-то другим пальчиком. Если у вас будет животное очень пятнистое, очень много нужно пятнышек, то вы можете сами отрывать ребенку кусочки. Такой тоже, возможно, уже в конце, когда ребенок устал. А он берет эти кусочки и каким-нибудь вот этим пальчиком придавит, вот каким-нибудь, не знаю, большим пальчиком придавит на одной руке, на другой руке. И тем самым пальчики развиваются, и он сможет переходить уже к следующему этапу работы. Да, кстати, можно дополнить эту же картинку. Например, мы можем сделать камушки. Да, опять же, отрываем кусочки и придавливаем. Ну, например, можно это делать другой рукой. Вот сюда. Если ребенок уже постарше, конечно, он может сделать гораздо больше. Он может сделать и облака, он может сделать и травку. Да, например, вот такой я возьму цвет. И здесь, например, сделать травку. Но здесь я уже забегаю вперед. Вот такой вот кустик. Здесь я забегаю вперед, потому что второе, что должен ребенок научиться делать, это как раз размазывать, растягивать пластилин пальчиками. Изумительно мягкий. И для этого я предлагаю вам взять другую картинку. Например, вот такую вот зебру. Мы можем предложить ребенку найти черные полосочки для зебры нарисовать, которые она, может быть, тоже потеряла. Ну, или можете какую-то другую историю предложить. Что мы можем сделать? Мы должны уже оторвать маленький совсем кусочек, положить на начало и потянуть пальчиком. Вот так. Опять, тут уже нужно отрывать маленькие кусочки, в зависимости от того, какой рисунок вы выбираете. Опять же, положить на то место, где у нас полоска и потянуть. Вот такое вот упражнение. Вот такие вот замечательные полосочки. А здесь мы можем сделать копытца. Просто сформировать какие-то кусочки наподобие шарика и сделать копытца. Более старшие детки, конечно, могут тут и гриву добавить, сделать, и на земле что-то сделать, и глазки. Тут все уже зависит от того, что сейчас уже может делать ваш ребенок. Ну, вот такая идея, да. Например, можно делать вот растягиванием полосочки. Ну, и, конечно, в следующий этап вы уже учитесь катать шарики и колбаски. Можно взять тоже любое животное, да, с чистым фоном распечатать и предложить ребенку украсить. Например, наша черепашка собралась в гости или на концерт, ей срочно нужно сделать нарядный панцирь. И здесь мы будем уже применять шарики и колбаски. Прием отщипывания нам уже знаком. Ребенок выбирает любые цвета, какие нравятся. Например, мы будем катать колбаску. Ну, я говорю, варианты могут быть разные. Катаете либо в руках. Ну, маленьким, скорее, все-таки деткам удобнее катать на дощечке. Да, не в руках, это уже следующий этап, а на дощечке. Ну, например, можно сделать колбаску вот сюда. Придавить. Работаем не только одной рукой, да, а двумя руками и причем разными пальчиками. Ну, а здесь уже мы будем, например, отщипывать красный цвет и катать шарики. В одном из видео я давала советы по работе с пластилином. И первое, что мы делаем вообще с пластилином, когда отрываем, мы его должны размять. Да, то есть, вот мы его помяли, приготовили. Но это актуально именно для твердого пластилина. Например, вот этот пластилин разминать таким образом не нужно. Мы его сразу отщипываем и сразу катаем. То есть, для маленьких детей это актуально. У них экономятся силы, экономится энергия для завершения той или иной работы. Ну, вот, например, можно нижнюю часть украсить шариками. Мы можем украшать шариками подряд красными. Вот так, например. Маленьким лучше, конечно, катать на ладошке. Ладошкой накрываем и ладошкой катаем. Чем это мы будем делать пальцами? Потому что у взрослых пальцы все-таки жестче, они сильнее. А у маленьких они вот так вот играют. И они не могут рассказать. Поэтому лучше советовать деткам все-таки катать ладошками. Вот таким образом. А между этими кусочками мы можем оторвать и скатать еще шарики. И у нас такой вот уже будет узорчик. Видите? Оп! И все. И оторвался кусочек. Например, можно сделать вот такие лучики. Это, например, может быть вот такой узор с чередующимися элементами. Кружочки-полоски. Кружочки-полоски. Или чередование по цвету. Ну а самые маленькие, скорее всего, детки, просто в свободном порядке натыкают сюда колбасок и шариков. Не переживайте по этому поводу. Для начала это тоже нормально. Ну а в конце можно немножечко украсить саму черепашку. Сделать какие-то вот такие точечки, штучки на лапках, на шейке. И мы можем использовать не один зеленый цвет, например, если мы выбрали зеленый, а несколько. И тогда наша черепашка будет живописной. Вот этот набор пластилина меня еще удивил тем, что здесь не один зеленый, как в обычной пачке, а два зеленых. И даже вот синие, они имеют разные вот такие оттенки. Чуть темнее, чуть холоднее. Вот даже не знаю, на камере вроде видно. Такие вот, такая растяжка получается разных оттенков от синего к зеленому. Это отлично. Такие благородные цвета, их можно вообще использовать для пластилиновой живописи. Это будет очень, думаю, что красиво. Вот такие простые и более сложные упражнения можно выполнять с ребенком в самом начале его знакомства с лепкой. Ну а если вы считаете, что с этими заданиями ваш ребенок уже легко справится, приходите на мой сайт. У меня есть отличный курс для деток от 3 лет. Лепим пластилином картины на картоне. Ну а я пока с вами прощаюсь. До встречи на следующих уроках.